Сельские дороги это старая как мир проблема, и своей актуальности она не теряет и в наш век высоких технологий и стремительного развития. Хотя если посмотреть на деревни или села, то этого стремительного развития совсем не уловить. Решение проблем с ремонтом дорог упирается в деньги, а вернее в их отсутствие. И в какой уголок не загляни дороги были и остаются бедой. Проблемы, конечно проблемы. Это каждый год весна-осень у нас в таком состоянии. И весной, и осенью, и летом, когда дожди пройдут большие, проходят дожди, тоже все размывает. Что-то надо решать, конечно. На встречу жителей улицы Лесной села Новопышминского приехал Евгений Быков, председатель городской думы представительного органа, главного распорядителя средств бюджета. С ним на собрание прибыли председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Сергей Комягин, заместитель главы городской администрации Алексей Трофимчук и глава сельской администрации Татьяна Атымтаева. Цель встречи – ремонт единственной проезжей и пешеходной дороги в этой части села Новопышминского. Я понимаю, что это наши трудности, конечно, не ваши. Мы должны эту дорогу ремонтировать. Ситуация просто такова, что денег, а ремонтируем мы эти дороги только за счет местного бюджета, больше никаких денег у нас не существует. В этом году на все ремонты, если исключить ямочные, тротуары и так далее, остается 12 миллионов рублей на целый год. Это копейки, это слезы. А что удивительное для меня было в 21 веке? Я позвонила в такси, мне сказали, мы на вашу улицу вообще не осенью не ездим, не ездим. По словам жителей, песчаную в прошлом быстро сохнувшую дорогу разворотили тракторами и мазами, которые забирают мусор. Грейдеры же, вместо того, чтобы разровнять грунт и убрать колейность, сняли верхний песчаный слой, обнажив землю и глинистую почву, с каждым разом усугубляя ситуацию. Как только стали ездить мусорки, дороги стал ханал. Это открытым текстом, потому что идет этот масс 10 тонн, давит все, что хочет и как хочет и так далее. Грейдер, который просто сдирает все, что угодно и что не угодно сдирает. Наверное, он хочет сделать хорошо, но получается почему-то плохо после этого. Везде был песок, у нас чернозема нигде не было. Нигде, а сейчас кругом чернозем. Грейдер, от него нужно было выровнять дорогу, он, значит, снял весь у нас песок и получился чернозем. И чернозем. Выкопал глину, глину и чернозем. Там чернозем. Прошлогодний ремонт не дал ожидаемого результата. Частично выполненные работы в пределах выделенных средств не решили всей проблемы. По дороге лесной по-прежнему не проехать, не пройти, особенно по весне и в сезон дождей. И в каждом сельском сходе, поверьте, мы объезжаем все сельские, участвуем во всех сельских сходах. Первая проблема – это ремонт дорог. Первая проблема. К тому же, качество выполненной подрядчиком работы жителей не устраивает. Они обратились с просьбой встретиться с исполнителем и добиться исправления недоработок. Значит, надо с них хорошо спрашивать, кто это делал. Хорошо. А с этим мы спросим обязательно. Все дебаты-то идут на комиссии. И вот, поверьте, там очень жарко. Поэтому, ну, бывает до крепоты, мы спорим под этим дорогам, какая худшая. И как удовлетворить большее число жителей. Потому что можно сделать одну дорогу для двух человек, а можно для двухсот. Сколько времени потребуется, чтобы дорога стала проезжей и проходимой, зависит от наличия средств в городском бюджете в статье «Содержание» и «Ремонт дорог». А она, в свою очередь, в прямой зависимости от наполнения самого бюджета, который прирастает налогами. В итоге было принято решение о ремонте наиболее опасного участка дороги длиной около 100 метров за счет сэкономленных на конкурсных процедурах средств. Жители ждут решений и о встрече с подрядчиком по исправлению ошибок, по освещению, оборудованию контейнерных площадок и восстановлению прежнего графика сбора мусора. Огромные вопросы решаются. Значит, и до нас очередь дойдет, я так думаю.